Мужики не плачут. Так, чё тут? Чё тут? Да ничего. Мы живём в мире придуманных правил. Причём в каждой стране эти правила разные. Каким-то херовым образом мальчишкам нельзя плакать. Ну, ударился, поранился. Ты чё плачешь? Ты чё, девчонка? Причём сравнивают именно с девчонками. То есть девчонка, если что, может плакать, а мальчишка, если что, не может, потому что, ну, он не девчонка. И получается, что мальчишкам с детства запрещают выражать эмоции. Слёзы этой эмоции... Вы знаете, что бывает, когда что-то запрещают? Оно всё равно где-то вылезет. Человеческий организм очень тонкая штука. И если в детстве нельзя плакать, то во взрослом возрасте, скорее всего, можно будет кричать. Или там бить. Может, даже жену. Слёзы же не только от боли и обиды. Слёзы бывают от радости. Слёзы бывают от красивой музыки или очень эмоционального кадра в фильме. Это нормально. Вот я, Спартак. Вот такой большой дядька, 43 года. И я, когда слышу красивую музыку или вижу эмоциональные кадры, я рыдаю до соплей. Это офигеть как классно. И те, кто скажут, что я теперь не мужчина, ну идите нахер. Каждый человек должен уметь выражать эмоции. И если для этого нужны слёзы, ну пусть будут слёзы.